Всем привет! С вами Евгений Шувалов. В то время как в Лондоне Карлсон и Скоруаны продолжают спокойно штамповать ничьи, в Кантамансийске проходит чемпионат мира по шахматам среди женщин, и вот там эмоции действительно льются через край. Посмотрим партию 1-8 финала, где сошлись две яркие шахматистки. Майи Музычук из Украины и Жансая Абдумалик из Казахстана. И что ж, Майи намного опытнее своей соперницы, она является экс-чемпионкой мира по шахматам и начинает ходом Е4. И Жансая первым же ходом демонстрирует свои агрессивные намения. Смотрите, здесь девушки явно не стесняются разыгрывать агрессивные дебюты. Играет Д4 Майи, следует размена Д4, и мы ведем с вами систему Паульсина с ходом слон Б4. Майи защищает центральную пешку ферзем, следует короткая рокировка. Ну и давайте посмотрим немножко статистику варианта. Слон Е2 основной ход. Но прежде чем говорить о ходе слон Е2, до короткой рокировки черные, как правило, избирали такие ходы, как ферзь С7, Д6, либо ход КОНС6. Если вы обратите внимание, все эти ходы направлены на то, чтобы предотвратить ход Е4-Е5 за белых. То есть поле Е5 дается под контроль одной из черных фигур. Но Жансая имеет свой взгляд на шахматы, она просто делает короткую рокировку, и Майи не стесняется, не делает ход слон Е2, как играли большинство шахматистов, а немедленно играет Е5, атакуя черного коня и захватывая максимум пространства в центре. Теперь, если черные захотят ответить агрессивно и сыграют КНЖ4, нападая на белую пешку, то после хода ФЖ3 у черных реальные проблемы. Конь под боем, Ферзь защищает пешку на Е5, отступать конем по сути некуда, а если защитить его пешкой, то после спокойного хода H3 выясняется, что у коня попросту нет отступлений, и черные должны уже расстаться с фигурой в этой позиции. Поэтому Жан Сайя отступает спокойно конем на Е8, и планирует в будущем подорвать центральную пешку белок, либо ходом Д6, либо ходом Ф6. Но пока ход за белыми, и Майи укрепляет пешку ходом слон Ф4. Идея белых в том, что теперь, если черные начинают подрывать центральную пешку ходом Д6, а этот ход самый логичный, то следует ход конь С2, нападая на черного слона, вынуждая таким образом его размен на коня, и после массовых разменов в центре белые выигрывают темп, нападая на черного Ферзя, потом забирают слоном на Е5, и в этой позиции они имеют определенный перевес. У них все-таки два слона, пешечный перевес на Ферзьевом фланге, который может иметь значение в Эншпиле, плюс у черных пока что не развитые фигуры, слон на С8 еще не готов войти в игру, ну и в общем все фигуры располагаются на восьмом Айду. Однако, возможно, именно сюда стоило пойти Жансай, например, здесь после хода Конь С6 черные нападают на слона, отбрасывают белые фигуры, и в общем имеют все шансы на то, чтобы нивелировать небольшой перевес белых. Но Жансай избирает другой план, она вначале играет Ферзь С7, белые вынуждают размен слона на коня, и после этого размена Жансай делает ход Ф6, подрывая центральную пешку белых. Ну, конечно же, Мария готова была к этому, она укрепляет эту пешку конем, и после хода Конь С6 спокойно отступает своим слоном на поле Ж3, где он расположен под защитой пешки, следует размена в центре, еще размена в центре, здесь Абдумалик с темпом играет Д6, нападая на слона, и после отступления слона Ферзь С6, прицеливаясь по большой диагонали к пешке Ж2, и тем самым препятствуя естественному развитию белого слона, следует ход Ф3, прикрывая большую диагональ, и черные играют Е5. В общем-то, логичная игра со стороны черных, они разменяли чернопольного слона, теперь все пешки расположили на черных полях, готовы вывести своего белопольника на хорошее поле Ф5, либо может быть на Е6, ну и по-хорошему они не должны были бы здесь испытывать проблем, но все-таки ход за белыми, в их распоряжении два сильных слона, и Майи немедленно этим пользуются, подрывая позицию черных ходом С5. Теперь черный центр действительно трещит по швам, Жансай забирает пешку на С5, и здесь ясно, что белые могли отыграть пешку на Е5, взять им простым, но Майи решает играть на перевес в развитии, она объявляет шаг слоном, и после естественного хода слон Е6, делает длинную рокировку, завершая развитие фигур. Ну что ж, мы с вами видим позицию с разносторонними рокировками, и Жансай немедленно начинает атаку пешками, она играет в Б5, следует размен слонов, здесь ход ладья Е1, все фигуры белых централизованы и нацелены на пешку Е5, удержать ее никаким образом не удастся, но надо сказать, что компьютер оценивает эту позицию с небольшим перевесом белых, и рекомендует черным объявить вот такой шаг ферзем, потом сыграет С4, и в общем постепенно готовит пешечный штурм на ферзевом фланге, позволяя белым забрать пешку Е5 любой из фигур, но Жансай девушка горячая, и она решает немедленно подрывать позицию белых хода Б4, скрывать здесь как можно больше линий, и атаковать белого короля. Но надо сказать, что компьютер не одобряет такое решение, и предлагает белым холодно забрать пешку на Б4, и забрать после чего ферзем на Б4. Ну, честно говоря, с человеческой точки зрения страшно так играть, поскольку видно, что белый король очень сильно открыт, черные могут где-то по большой диагонали его ограничить, ладья готовы пойти на поле С8, ну, и с человеческой точки зрения все это кажется очень опасным, однако в конкретных вариантах не срастается, если немедленно сыграть ферзь Ж6, то белый успевает побить на Е5, после чего перекрываются своим слоном на поле С3, и надежно защищают короля. Ну, а если же сыграть немедленно ладья С8 в шах, то король убегает на поле Б1, и после ладья С4 черным удается сохранить центральную пешку, но белые очень сильно активизируют свои фигуры, вот такой примерный вариант я рассмотрел, и здесь перевес на стороне белых. Но не забываем, что в шахматы играют не компьютеры, а люди, и Мария здесь решает сыграть, тоже сделать темповой ход на нападение на ферзя, она отвечает контур нападением на черного ферзя, двоеменно забирает центральную пешку. Теперь, если черные разменивают ферзей вот таким вот способом, то Эншпит для них совсем плох, у белых слом против коня, у них лучше пешечная структура, более активные ладьи, и пешка С5, да и пешка А6 здесь являются явными слабостями, то есть не за горами тот момент, когда белые получат материальный перевес, и, в общем-то, видимо, легко доведут его до чего-то большего. Но Жанса, шахматистка, ярко атакующего плана, и на взятие на Е5 она находит отличную клетку для своего ферзя, это клетка А2. Теперь белому королю заказана дорога в безопасную зону, поле Б1 контролируется черным ферзем, ну а белый ферзь все-таки под боем. Приходится все равно размениваться на Б4, забирать эту пешку, но это намного более худшая редакция того, что могло бы быть на предыдущем ходу. Смотрите, как играют черные, ладья Ц8 в шах, здесь для того, чтобы не начинать бегство короля, приходится закрываться ладьей НЦ5, и Жанса поднимает очень сильный ход А6-А5, нападая на белого ферзя. Кажется, что у ферзя очень много полей до отступления, но на самом деле верное поле только одно. Ясно, что ферзь должен защищать собственную ладью, если ферзь отступает на поле Ц3, то немедленно следует ничья путем шаха с поля А1. Белый король не может идти на линию Д из-за шаха ладьей с поля Д8 с выигрышем материала, поэтому приходится делать ход король Ц2, следует шаг с поля А4, и опять же нет другого хода, кроме как король Ц1. Таким образом партия закончится ничью вечным шахом. Видимо, сильнейший за белых был бы централизованный ход ферзь Д4, держа ферзя в центре, но здесь после хода конь Ф6 черные соединяют ладьи, да, у них не хватает пешки, но все-таки король белых очень сильно открыт, у черных нет плохих фигур, все их фигуры активно участвуют в игре, ну и с чисто человеческой точки зрения позиция белых кажется опасной. Маэ вроде бы находит чуть более точный ход, она делает ход ферзь Б5, теперь не только ладья защищена, но еще и пешка на А5 в каких-то вариантах находится под боем, но на самом деле этот ход является первым шагом к пропасти. Смотрите, какой ход поднимает Жансай Абдумалик. Ладья Ф5, ход, который сразу не приходит в голову, оказывается, что теперь белая ладья перевязана по всем рукам и ногам. Смотрите, вот первая связка с ферзем и вторая связка с белым королем. Таким образом, на доске мы видим Мальтийский крест из черных ладей, и действительно ладья на поле С5 не имеет ни одного хода. Приходится белым защищать эту ладью слоном, и здесь вновь сильнейшее решение поднимает Абдумалик, это ход ферзь Е6. Возвращаю ферзя в центре доски и создаваю новые угрозы. Ну, например, в случае взятия пешки на А5, теперь следует размен на поле С5, и шаг с ферзем с поля С4, после чего черные выиграют фигуру. Так что белые никак не могут жадничать в этой позиции. Как тогда им играть? Давайте попробуем убежать королем с линии С. Играем король Б1. Но в этом случае все равно забирают черные на С5, и после шага с ферзем с поля Ф5 опять же выигрывают фигуру двойным ударом. Таким образом король не может бежать на поле Б1. Просто стоять тоже не получается. Какой-то индифферентный ход, например, А3, черные забирают на С5 и объявляют двойной удар с поля Е3, пользуясь связкой по линии С. Так что мы с вами видим, что черные создали вполне реальную угрозу, и от нее нужно искать защиту. Ну, видимо, единственная защита за белую заключалась в ходе ладья Д2. Правда, в этом случае черные все равно могли побить на С5, связать теперь уже ферзем, по пятому моя дочь белая фигура, и здесь белым приходится спасаться единственным ходом ферзь С4 и шаг, и на отступление короля ладья Д5. И здесь нужно еще точно оценить то, что черные могут позволить себе съесть пешку на H2, приходится играть король Б1, уходя из-под связки, и черные могут съесть еще и вторую пешку на поле Ж2. И вот здесь очень важно, что у белых есть контр-игра, связанная с ходом ладья Ф5 с угрозой мат на поле Ф8. Например, если черные делают естественный ход ферзь Ф6, то следует ферзь Е6, нападая на ладью, и на какое-нибудь отступление ладьи слон идет на поле Д4, и откуда он не только защищает, собственно, пешку Б2, но и атакует белого коня, таким образом, черного коня, таким образом, у белых здесь серьезная контр-игра, и они как минимум не искуют. А в случае хода Ферзь Ж6, связывая ладью по диагонали, у белых есть очень сильный ход Ферзь Ж4, предлагая размен ферзей, ну и здесь, несмотря на то, что белые не отыгрывают пешку, все-таки они добиваются равенства в Энкшпиле. Но это все было непросто оценить. Мария избирает ход ладья Д3, прикрывая поле Е3, с которого черный Ферзь часто объявляет шах, но, как оказалось, этот ход является решающей ошибкой. Смотрите, как играют черные. Они забирают ладью, следует взятие слонов, и просто шах с Ферзем с поле Е1. Теперь оказывается, что если закрыться ладьей, то следует все тоже шах с поле Е3, и следующим ходом черные забирают слона. В партии последовал ход корольца 2, и шах последовал на этот раз с поля Ф2. Опять же, слон связан, поэтому брать Ферзяч белые не могут, приходится отступать королем, и черные просто забирают слона, оставаясь с лишней фигурой в Энкшпиле. В принципе, уже в этой позиции можно было остановить часы, но Мария продолжает сопротивляться. Все-таки это чемпионат мира по шахматам, и матч 1-8 финала. Активизирует Мария свою ладью, ей даже удается разменять пару пешек, но черные здесь заходят за пешкой Ж4, и пытаются теперь окружить свою пешку А4 теплом и заботой. Белые делают ставку на проходную по линии Б, но после хода КНФ5 выясняется, что черные выиграют пешку А4. Например, на ход А5 у черных есть такой ход, как ладья А4, связывая пешку с белой ладьей, но и на шах ладьей черный король просто отступает на Ф7, нападая на ладью, и у белых попросту нет времени на то, чтобы разменять последнюю черную пешку. В партии последовало Б5, Жан Сайя забирает пешку на А4, следует ладья Ж8, белые ведут свою проходную в Ферзи, черные задерживают ее конем, ну и здесь пытаются ставить Мария последние мелкие ловушки, она делает ход ладья С8, как бы случайно подставляя ладью под бой коня, ну конечно здесь взятие ладьи было бы грубой ошибкой, после хода Б7, пешка Б неожиданно проскакивает в Ферзи, и это позволяет белым сделать ничью, здесь получается Ферзь против ладьи коня и пешки, поэтому ладью брать нельзя, черные играют ладья Ж5, готовят перевод ладьи на линии Б, теперь уже белая ладья уходит из-под боя, король приближается к пешке Б, постепенно съедает эту пешку, и дальше возвращается обратно, вот еще одна хитрость от белых, они предлагают размен ладей, в случае, если черные согласятся, неожиданно оказывается, что конь не успевает помешать белому королю подойти к пешке и уничтожить ее, и опять же на доске ничья, поэтому ладью менять ни в коем случае нельзя, но Жан Саи своего уже не упустит, она делает шаг ладьей с поля Ж4, конь постепенно приближается к своей пешке, король тоже подходит, ну и уже в этой позиции Майя Музычук признала свое поражение, таким образом в первой партии сенсационно побеждает казахская шахматиста Жан Саи Абдумалик, счет в матче 1-0, и завтра Майя Музычук необходимо по заказу выигрывать черными, для того, чтобы завоевать себе право на тайбрейк, ну а с вами был Евгений Шувалов, следите за шахматами, и будьте в курсе последних новостей. Субтитры создавал DimaTorzok